Когда-то найти программу для создания игр было целой проблемой, но сегодня их так много, что остается лишь правильно выбрать. Условно можно разделить все программы на две категории, в которых можно создавать контент для игр и в которых можно создавать сами игры. Программ действительно очень много, поэтому я собрал здесь самые актуальные и полезные. Но сначала посмотрите на этот замечательный каосет Аргама. Мышка с плетеным кабелем, клавиатура с подсветочкой, наушники с микрофоном и даже коврик. Все выполнено в едином стиле и не может оставить равнодушным. Это не только классное украшение вашего места, но и отличный инструмент для ваших побед как в играх, так и в их разработке. Каждый элемент набора не просто хорош. Он включает в себя все необходимое, следуя современным трендам и при этом не откусывает половину твоего кошелька. Мощные функционалы, характеристики, кастомизация, эргономика и просто приятные ощущения от использования. Все это игровой сет Аргама от компании Каньон. Скорее забирай новинку по ссылке в описании. Начнем с малого, в прямом смысле. Пожалуй лучший софт для работы с пиксельной графикой анимации это АА Спрайт. Простой интуитивный интерфейс, понятные инструменты и ничего лишнего. Программа очень легкая и шустрая, к тому же совсем недорогая и приобретается навсегда. Есть возможность скачать ее исходник и скомпилировать самостоятельно, получив программу бесплатно и легально. Из совсем бесплатных аналогов советую Paint.net или Piskill. Они проще, но не такие удобные. Хотя это вкусовщина, но по крайней мере они бесплатные и содержат в себе весь необходимый функционал. Spine. Одна из наиболее удобных и полезных программ для 2D анимации, в основном скелетной. Отлично интегрируется с игровыми движками и позволяет сохранять анимацию в джейсон формат. В качестве альтернативы идеально заменяется спрайтером и пожалуй я бы даже отдал предпочтение именно ему, так как Spine давно не обновлялся. Очень. Но если хочется вообще бесплатно, то обратите внимание на Dragon Bones. В нем есть все те же самые инструменты, но почему-то он бесплатен. Blast VX. Мощный нодовый редактор эффектов. Весьма актуальный даже для пиксель-арта. Не панацея, но как минимум стоит взглянуть. Adobe Photoshop. Среди невероятного множества графических редакторов, Photoshop все еще остается наиболее актуальным софтом для всех видов работы с графикой. Его используют для создания концепт-арта, иллюстраций, спрайтов для игр и интерфейсов. Он не сможет стать заменой абсолютно всех программ, но однозначно сможет быть основным инструментом. Из бесплатных аналогов, пожалуй, на ум приходит только GIMP. Substance Designer. Не так давно выкупленная компанией Adobe и уже давно ставшая стандартом индустрии в создании процедурных материалов для игр, фильмов и визуализации. Нодовый редактор, в котором вы с нуля можете создать фотореалистичный или стилизованный материал чего угодно, а затем использовать это в игровых движках или рендерах. Одна из моих любимых программ, которую вы тоже обязательно полюбите, как только разберетесь с ней. Quixel Mixer. Хороший альтернатив дизайнеру, но в отличие от него может только смешивать материалы, а не создавать их с нуля процедурно. Впрочем, работать вы будете со сканами реальных материалов, которые для вас абсолютно бесплатны при использовании Unreal Engine 4. Из аналогов могу порекомендовать Substance Alchemist. И снова начнем с малого, но уже объемного. Магика воксел. Завивало мое сердце уже очень давно и вполне заслуженно. Вам не нужно быть 3D моделером, чтобы создавать здесь стилизованные воксельные модели для своих игр или анимаций в духе Майнкрафта. Из платных аналогов могу сказать лишь про Cubicle. У него более широкий функционал и удобство, но мне с головой хватает маки. А также стоит упомянуть про Blockbench. Еще одна похожая программа, но с немного другими принципами работы. Здесь вы уже будете создавать модели из блоков и рисовать на них пиксельные текстуры. Ярким примером такой графики является игра Hytale и Майнкрафт. Houdini. Мощный 3D пакет для создания крутых визуальных эффектов и процедурного моделирования. Используется в основном в AAA сегменте не только для фильмов, рекламы и синематиков, но и также широко распространен в геймдеве. Определенно стоит внимания. Oh, Natrix. Невероятно полезный плагин для 3D Max, Maya и CinemaFody. Который также невероятно сильно упростит вам жизнь создания реалистичной шерсти, перьев и других подобных им элементов. Простота в создании и удобство в работе и охренительный результат просто делают свое дело. Более того, помимо процедурных модификаторов, вы можете вручную редактировать нужные вам участки и даже сделать динамические волосы. В общем, один из лучших плагинов, полюбившийся многим студиям как в России, так и за рубежом. Blender, 3D Max или Maya. Три гиганта 3D индустрии. В этих все нет необходимости, ведь каждая из них самодостаточна и по-своему хороша. 3D Max является наиболее универсальным и в нем можно делать абсолютно все, что связано с 3D графикой. Моделирование, анимация, визуализация и эффекты, симуляция тканей, волос и жидкости, все это тут есть. Но не совсем этим удобно работать. Maya умеет все то же самое, но более дружелюбно в плане интерфейса, а также изначально удобнее для анимации. Впрочем, она намного легче Макса не только в плане размера, но и в плане сложности освоения. К тому же является основным 3D пакетом в очень многих студиях. В качестве бесплатного аналога не существует ничего лучше, чем Blender. Он может все то же самое и порой даже лучше, имея целую тонну бесплатных уроков и дополнительных плагинов. Ни капли не сложнее предыдущих двух усвоений, но проблема в том, что не так-то много студий используют его в своем пайплайне. Zeebrush. Моя горячо любимая софтина, в которой я могу залипать целыми днями. А помимо меня, еще сотни тысяч других людей по всему миру создает в нем контент для игр самого разного стиля и качества. Zeebrush стал стандартом индустрии и используется поголовно в 90% студии, работающих с 3D графикой. В нем также можно моделировать, красить и запекать, делать ретопологию и ее виразвертку. В общем, программа самодостаточна и очень многофункциональна. Ее единственный минус – это цена. Никаких аналогов, способных заменить Zeebrush нет. Но есть Blender, в котором есть скульптинг и основные инструменты для работы. Но нет и четвертой части того, что может Zeebrush. А также есть 3D-код. Несмотря на его многочисленные возможности и достаточно мощный функционал, я все же рассматриваю его как дополнительный софт, облегчающий жизнь. В нем можно скульптить весьма успешно. Но я люблю эту программу за ее прекрасный функционал по ретопологии и ее виразвертке. Попробуйте, и вы не применяете ее ни на что больше. Также это популярный инструмент для hand-painted контента и вполне заслуженно. Однако для текстурирования в основном используют Substance Painter, также ставший стандартом во многих студиях. Из-за богатого функционала и удобства работы, программа очень быстро набирала обороты и вес в индустрии. Поэтому сейчас уже сложно представить процесс создания качественной модели без этой программы. Marmoset Toolbag Если есть инструмент для презентации лучше, чем Marmoset, напишите мне об этом в комментариях. Но я уверен, что лучше него ничто не справится с презентацией вашей модели в реальном времени так же хорошо и так же быстро. Собирайте сцены для публикации на Sketchfab или Artstation, добавляйте туда анимацию, настраивайте HDRI и расставляйте освещение. Здесь есть вообще все, что вам нужно. Также в третьей версии завесли крайне удобный функционал для запекания карты нормалей. Рекомендую. X-Normal, пожалуй, это единственная программа, которая не зависнет при запекании карты нормалей с модели на 50 миллионов полигонов и выше. Интуитивно понятно и просто полезно. Не является необязательной, не супер распространенной, но всегда может упростить вам жизнь. Marvelous Designer Вряд ли вы найдете студию с AAA-пайплайном, в которой не использовалась бы эта программа для симуляции ткани. Для кого-то она является сильно упрощающей жизнью и ускоряющей процесс, а для кого-то объектом точной и весьма кропотливой работы. UV Layout Одна из самых популярных и любимых программ для быстрой и качественной UV-развертки. Лично я не пользовался, но весьма наслышан. Программа из разряда сильно упрощающих жизнь. Agisoft Metashape Одна из немногих программ для создания фотограмметричных моделей. Для ее использования понадобится фотоаппарат и знание техник съемки объектов для их последующего конвертирования в 3D-модель. Процесс этот технически непростой и совсем не быстрый, но результаты получаются реалистичными и очень интересными. Является лишь промежуточным звеном в создании полноценного ассета. Для дальнейшей обработки понадобится как минимум Blender или Maya. Speed Tree Программа для быстрого процедурного создания классных деревьев и вообще растительности. Широко используется как в играх, так и в кино. Небольшая его часть встроена прямо в Unity. Но программа действительно очень полезна и ускоряет пайплайн работы над различного рода ботаникой. Есть даже симуляция ветра и роста каждого из растений. Выглядит достаточно интересно и прикольно. World Machine Невероятно мощная и функциональная программа для процедурного создания терраина, который потом можно использовать в играх или кинематографе. Правда ее актуальность слегка спала с появлением Gaia Pro на Unity. А в качестве аналога есть очень приятный World Creator. Ну а теперь поговорим о программах, отвечающих именно за создание игр. Игровым движкам можно и нужно посвятить отдельное видео, но кажется я уже это делал. Поэтому вкратце напомню о наиболее перспективных движках в наше время. Corona SDK В отличие от коронавируса очень полезно. Является легковесным, но весьма мощным фреймворком для создания 2D игр и приложений, которые еще и могут быть кроссплатформерными. Corona бесплатна и имеет множество преимуществ для мобильной разработки, но потребует от вас навыков программирования. В общем, вариант не для всех. Corona удобно использовать с текстовым редактором Atom. Он такой же легковесный, бесплатный и многофункциональный. А еще очень стильный. Go Dead Engine Многообещающий и бесплатный игровой движок, у которого есть все шансы свергнуть Unity, как на 2D, так и на 3D поле боя. Полная поддержка C Sharp и C++, визуальный скриптинг и внутренний скриптовый язык, похожий на питон. Все необходимые графические возможности и мультиплатформерность ваших игр. Красота. Я не сильно люблю гейммейкер, но так уж вышло, что я с него начинал. Со временем он становился только лучше, и сейчас это самодостаточный движок с собственными фишками, шейдерами, визуальным скриптингом и мощным комьюнити. Программа стоит денег и весьма немалых, а за компиляторы по другие платформы придется заплатить отдельно, да и еще в 2 раза больше. Но в целом, это вполне нормальное и солидное решение для разработки 2D игр. Открывает тройку лидеров Констракт 3. Несмотря на кажущуюся примитивность, в Констракте можно делать крутые 2D игры, да еще и без программирования. Он платный, но цена адекватная за такой продукт. Делать игры на Констракте одно удовольствие, и вы также можете экспортировать их под разные платформы совершенно бесплатно. Вот мы и добрались до Юнити. На нем можно делать как 2D игры, так и т.д. Бесплатно, мощно, солидно, кроссплатформерно. Настоящая песочница для ваших фантазий, в которой можно копаться с самым разным уровнем знаний. Но в идеале надо знать C-Sharp или воспользоваться платными ассетами для визуального программирования, или готовыми шаблонами. Пожалуй, это единственный минус, что за многие полезности и удобности придется заплатить, и порой немало. Хотя нет, есть еще кое-что. Темная тема доступна только для платной версии Юнити. И меня это бесит. Но безоговорочный топ среди всех игровых пешков для простых смертных это Unreal Engine 4. Это чудо позволит вам и вашим играм приблизиться к проектам ААА класса на какой-нибудь Frostbite или CryEngine. Из коробки он укомплектован бесплатно тем, за что в Юнити придется отдать не одну сотню баксов. Также разработчики каждый месяц раздают наборы ассетов совершенно бесплатно и делают громкие выкупы, как например с Quixel Megascans или дарят грант на миллионы долларов Блендеру, а также мощный инструмент визуального программирования Blue Prince, на котором можно сделать даже своего ведьмака. Выводы делайте сами. Что ж, вот и закончился мой список. Какие из этих программ использовать в создании своих игр, решать вам. А если это видео наберет 3000 лайков, я сделаю ролик по сборкам ПК идеально подходящим для геймдева. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Не оставайтесь дома. Пока.